временами горбачёв противоречивая фигура символическая гибель советского союза и окончания холодной войны связаны с его именем поскольку он был последним лидером советского союза до того как государство распалось тем не менее это несколько незаслуженная репутация горбачёва поскольку он всегда был на стороне советского союза и коммунизма но он действительно понимал что то как действовал советский союз когда он пришел к власти было неустойчивым поэтому за время своего пребывания у власти он реализовал три ключевые стратегии для советского союза первая из них заключается в том что он объявил страны варшавского договора свободными выбирать свое собственное будущее там где в прошлом советы вторглись в венгрию и чехословакию чтобы заставить их подчиниться советы больше не будут напрямую вмешиваться в политику восточноевропейских государств это можно рассматривать как символическое окончание холодной войны поскольку с этой декларации восточный блок вышел из состава европейского союза советская сфера так как еще до распада советского союза восточная германия польша чехословакия и венгрия уже вышли из варшавского договора в результате чего сам варшавский договор устарел и был упразднен затем он начал создавать две новые формы правления гласность и перестройку гласность означало открытость и это по сути позволяло населению советского союза критиковать систему и партию это было сделано для того чтобы ослабить волнение поскольку теперь у населения была возможность выразить свое недовольство а также дать партии возможность действительно услышать критику от общественности население и соответствующим образом реформировать свою систему а второй реформой была перестройка что буквально означает перестройка или реструктуризация и эта реформа имела гораздо более далеко идущие последствия советская командная экономика десятилетиями находилась в состоянии застоя и хотя горбачёв был заядлым социалистом он действительно стремился внедрить некоторые аспекты немного более либеральной экономики в попытке оживить застойную экономика по сути он хотел сбалансировать социалистическую экономику с некоторыми аспектами свободного рынка но к сожалению для горбачёва этих реформ оказалось недостаточно и они даже привели к гибели советского союза в то время когда они были проведены гласность позволила населению жаловаться и они активно жаловались и тем временем перестройка поначалу только усугубила экономические проблемы и по мере того как дефицит увеличивался волнение в стране только росли и росли так что к 1991 году советскому союзу по сути пришел конец варшавский договор пал советская международная власть была сломлена а входящие в его состав республики стремились к независимости так как народ хотел перемен горбачёв станет последним лидером советского союза после его распада в 1991 году его реформы потерпели неудачу и его любимый союз теперь исчез но несмотря на его недостатки я все еще испытываю уважение к этому человеку советскому союзу не было суждено пасть в 1991 году кто знает как долго еще мог бы просуществовать советский союз если бы он продолжал оставаться ужасающей диктатурой насильственно подавляя любые внутренние беспорядки и в странах варшавского договора если бы советские лидеры просто продолжали прятать голову в землю вместо того чтобы выбрать реформу то их несостоятельная система потенциально могла бы просуществовать на годы или десятилетия дольше поэтому я очень уважаю горбачёва за то что он действительно пошел на риск и признал что перемены необходимо сейчас больше чем когда-либо несмотря на то что его реформы потерпели неудачу и даже способствовали распаду советского союза они пришли из хорошего места и вот в этот вторник 30 августа 2022 года он скончался в возрасте 91 года предполагаемый эффект заключается в том чтобы оживить советскую систему не разрывая советский союз на части итак мы начинаем этот альтернативный сценарий с 1985 года когда к власти пришел горбачёв по сути это все тот же горбачёв который видит те же проблемы с советским союзом что и в нашей собственной временной шкале с точки зрения внешней политики горбачёв по сути попытается положить конец холодной войне положить конец советскому участию в афганской войне стремиться к улучшению отношений с китаем пытаться отменить ядерное оружие и многое другое но самая важная часть которую нам нужно обсудить это внутренняя политика горбачёва сейчас нам нужно провести четкое сравнение между китаем и советским союзом почему дэн сиопина удалось реформировать китайскую систему без краха в то время как советскому союзу это не удалось на мой взгляд у этого есть две основные причины экономическая и политическая что касается экономической причины то китай был гораздо более радикальным в своих экономических реформах и у них была гораздо более слабая экономика когда они начали свои реформы а это означает что им было мало что терять легко забыть что несмотря на все недостатки советской системы она по-прежнему занимала второе место по объему ввп уступая только америке реформировать такую крупную экономику очень сложно но что еще более важно горбачёв все еще был полностью убежден в коммунизме и хотел реформировать систему в гораздо меньших масштабах но он хотел оставить ядро советской системы нетронутым бюрократы по-прежнему будут устанавливать производственные цели правительство по-прежнему будет контролировать большинство отраслей промышленности ты д и так далее но самое важное отличие заключается в политической стороне горбачёв был весьма амбициозен в своих реформах он не просто стремился реформировать советскую экономику но и одновременно взялся за советскую политическую систему в то время как в стране нарастал экономический кризис и внутренние беспорядки горбачёв предоставлял людям средства массовой информации и местным политикам все больше и больше свободы действовать без согласия правительства вечеринка эта свобода дала средством массовой информации возможность критиковать партию и призывать к независимости у людей была свобода читать и обсуждать различные мнения и решать что коммунистическая партия действовала не в их интересах в то время как политики на республиканском уровне могли прислушаться к этим голосам и провозгласить независимость от советский союз в 1991 году напротив в то время как китай становился все более и более открытым своей экономике его политическая система оставалась очень жесткой где партия была единственной властью которой нужно было повиноваться до тех пор пока наконец 4 июня 1989 года на площади тяньяньмэ ничего не произошло так что нам нужно принять решение прямо здесь мы можем либо коренным образом изменить горбачева и заставить его перейти к полноценной рыночной экономики в стране оставаясь при этом диктатором как это было в китае в наше время но это прямо противоречит тому чего пытается достичь горбачев вместо этого мы сделаем так чтобы горбачев проводил свои реформы более медленно последовательно и тактично его цели остаются прежними но поначалу он уделяет приоритетное внимание экономическим реформам в то же время лишь постепенно открывая политическую сферу первые два года пребывания горбачева у власти будут такими же он заручиться поддержкой своих союзников на ключевых постах власти чтобы обеспечить проведение своих реформ как упоминалось ранее затем он начнет выводить советские войска из афганистана одновременно пытаясь покончить с холодной войной и сократить военные и особенно ядерные расходы а также приступить к своим экономическим реформам но эти экономические реформы были в корне ошибочными поскольку горбачев отказался коренным образом реформировать советскую экономику но они все равно могли бы помочь в какой-то степени смягчить стагнацию в краткосрочной перспективе горбачев надеялся что контролируемое государством компания все еще сможет выполнять роль свободного рынка фактически не нуждаясь в полноценной рыночной экономике он понизил важность производственных целей бюрократов предоставив государственным компаниям все больше и больше свободы в увеличении или сокращении производства по своему усмотрению именно здесь мы подходим к развилке в этой альтернативной временной шкале если горбачевы будут продолжать придерживаться этой экономической политики то скорее всего фундаментальных реформ в экономике не произойдет так вот я не экономист так что отнеситесь ко всему что я собираюсь сказать со всей серьезностью но то что мы будем делать в этой альтернативной временной шкале это позволить горбачева управлять экономикой точно также только чуть более радикально бюрократические производственные цели отменены государственные субсидии сокращены и государственные компании теперь имеют полный контроль над своим производством и распределением до тех пор пока они выполняют любые прямые заказы отданные государством дело в том что какие бы реформы мы здесь не проводили они все равно будут иметь недостатки но нам не нужен стремительный рост советской экономики нам просто нужен достаточно экономический рост чтобы позволить союзу сохраниться в то время в политическом плане как уже упоминалось ранее горбачев был чрезвычайно амбициозен он хотел большего разнообразия мнений дискуссий открытых средств массовой информации и многого другого все это были замечательные идеи сами по себе но их также крайне опасно внедрять в условиях нынешнего состояния советского союза поскольку горбачев видит что его экономические реформы не приведут сразу к более богатому союзу он решает что эти политические идеи нужно отложить чтобы обеспечить стабильность союза мы не отнимаем эти идею этого альтернативного горбачева но вместо этого он вводит их только на первом партийном уровне в советском политическом бюро и политической сфере наблюдается большая открытость но средства массовой информации населения по крайней мере на данный момент остаются ограниченными таким же образом как и раньше раньше в 1986 году все равно произошел бы чернобыльский инцидент ядерная катастрофа после этой катастрофы горбачев значительной степени остался в неведении поскольку партийные чиновники пытались преуменьшить значение катастрофы в наше время это еще больше открыла глаза горбачева на недостатки советской системы что привело к тому что он публично заявил что советский союз был испорченным и коррумпированным и должен был реформироваться наш заместитель горбачев понимает то же самое но он не говорит об этом публично всему советскому населению вместо этого сосредоточившись на реформировании верхушки системы годы с 1987 по 1991 год будут самыми мрачными для этого альтернативного советского союза мы еще ни в коем случае не смогли фундаментально исправить этот союз этот альтернативный советский союз все еще сталкивается с аналогичными экономическими проблемами особенно с учетом того что многие государственные отрасли промышленности обанкротились без прямых государственных субсидий тем временем государство по-прежнему также репрессивно относятся к своему населению как и всегда в течение этих лет беспорядки также сотрясали советскую сферу где горбачев принял трудное решение разрешить создание варшавского договора и тем самым падение советской власти в европе это было бы крайне непопулярно но это было бы правильное решение как утверждал сам горбачев восточноевропейские государства куба индокитае северная корея просто истощали советскую экономику при этом давая им очень и очень мало взамен то как сложится эти пять лет приведет к созданию или разрушению советского союза неэффективным государственным компаниям в конце концов будет позволено рухнуть в то время как у успешных компаний наконец появится какой-то стимул для модернизации когда холодная война подходила концу горбачев попытался бы улучшить отношения с европейцами и азиатскими странами в частности а также с американцами в этом альтернативном 1991 году холодная война все еще была бы в значительной степени закончена просто она была бы менее взрывоопасной чем в нашем собственная временная шкала в то время как советскому союзу удавалось продолжать репрессии против своего населения так же как и китаю восточноевропейские государства теперь окончательно порвали с советским союзом так что теперь нам нужно приступить к фактическому укреплению союза по крайней мере в ограниченном объеме хотя союз и не развалился он все еще находится в состоянии экономического свободного падения государственная промышленность рушится направо и налево полки магазинов теперь пусты а профсоюз висит на волоске но теперь когда холодная война закончилась у совета все еще есть их самый мощный инструмент для будущего их природные ресурсы европа была энергозатратным континентом готовым импортировать много нефти и особенно жиженного газа из советского союза но советский союз семидесятые восьмидесятые годы просто не мог обеспечить эти ресурсы поскольку распределением и распределением этих ресурсов занимались неэффективные компании это должно было стать одним из главных приоритетов горбачева во время его пребывания у власти хотя зависимость экономики от экспорта нефти и газа безусловно вызовет много проблем в будущем но по крайней мере это обеспечит легкий денежный доход в краткосрочной перспективе давая ему время для дальнейшего исправьте советскую систему благодаря сочетанию государственного вмешательства и предоставления возможности неэффективным компаниям упасть к 1995 году советский союз наконец смог бы добиться гораздо более здоровой добычи нефти и газа в самой россии сосредоточено около 25 процентов мировых запасов природного газа а если учесть остальную часть советского союза то это число возрастет до 30 процентов а теперь скажите действительно ли этот источник дохода решает все проблемы ни в коем случае нельзя этого делать но он действительно обеспечивает хорошую основу для дальнейшего развития советской экономики несмотря на то что советская система была крайне несовершенной у них все еще есть большие производственные мощности которые потенциально могут быть использованы для развития их промышленного сектора так что после экономических потрясений с 1985 по 1995 год конец 90-х годов наконец станет временем оживления экономики будет много взлетов и падений но по мере сокращения военных и ядерных расходов советскому союзу больше не нужно субсидировать наше государство сателлиты и доходы от энергетики наконец увеличится у советов был бы какой-то бюджет с которым можно было бы работать не загоняя себя все глубже и глубже в долги очевидно что невозможно сказать насколько это будет успешным но я бы сказал что есть неплохие шансы на то что благодаря ограниченным экономическим реформам и нынешним хорошим отношениям с западом советский союз сможет снова добиться экономического роста это не было бы взрывным ростом как в китае и советская экономика превратилась бы в основном в государство рантье где экспорт их природных ресурсов является ключевым фактором но отечественная советская промышленность наконец снова начала бы работать чтобы удовлетворить внутренний спрос который был подавлен коммунистической партии при экспорте любой продукции доступ к продуктам в европе и в меньшей степени в америке что дает государственным компаниям более высокий мотив получения прибыли этот альтернативный советский союз вступающий в двухтысячные годы будет представлять собой смесь гораздо менее успешного китая и гораздо более успешной россии из нашей собственной временной шкалы и этот климат экономического роста наконец станет той средой в которой горбачев действительно сможет начать действовать в советской политической сфере более радикальными способами сейчас когда экономика снова находится на подъеме повышение уровня политических свобод может быть сделано таким образом чтобы это не привело к немедленному распаду союза так как в конце концов люди готовы смириться со многими вещами до тех пор пока для них все будет становиться лучше улучшение экономической ситуации в сочетании с расширением политических свобод в конечном итоге вселит в советское население чувство оптимизма в отношении будущего эти политические реформы со временем будут включать предоставление большей автономии различным республикам союза свободу прессы разрешение общественного мнения и дебатов и возможно даже создание ограниченная форма демократии разрешение западных сми свобода вероисповедания в ранее атеистической стране и многое другое не обязательно что все это произойдет одновременно но в конце 90-х и в 2020 годах именно эти реформы будут проведены горбачевым в таком случае с точки зрения внешней политики в течение двухтысячных годов также должна была произойти окончательная конфронтация между советским союзом и западом действительно ли советский союз решительно распрощался бы со своей бывшей сферы влияния в восточной европе разве советский союз позволил бы восточной европе полностью интегрироваться в европейский союз или нато на мой взгляд весьма вероятно что горбачев действительно позволил бы это в конце концов советские отношения с европой становятся все теплее и теплее и единственным способом для советов насильственно утвердить себя в регионе было бы вторжение что делают очень немногие советские лидеры и особенно не горбачев было бы желание Возможно, будет достигнуто соглашение, согласно которому Европейскому Союзу и даже НАТО будет разрешено расширяться, но будут установлены ограничения на количество иностранных войск, которые могут находиться на советских границах, а ядерное оружие не будет разрешено в Восточной Европе. Экономический крах 2008 года придал бы советской системе еще один мощный импульс легитимности, поскольку их экономика пострадала гораздо меньше, чем их европейские и американские коллеги, особенно учитывая, что цены на нефть и газ в Европе только росли в течение этого периода, что принесло советам еще больший доход на этом фронте. Итак, когда мы подходим к завершению этого сценария, давайте углубимся в различия между этим сценарием и нашей собственной временной шкалой. В конце концов, на мировой арене относительно мало что изменилось бы, если бы я решил заставить Горбачева сосредоточиться на внутренних делах. Советский Союз некоторое время оставался бы вторым по силе государства на земле, пока не стал бы третьим после подъема Китая. С экономической точки зрения Советский Союз занял бы четвертое место в мире по объему ВВП с поправкой на ВВП, уступая только Китаю, Японии и Америке. Если сравнивать с нашей собственной временной шкалой, то Советскому Союзу гораздо лучше, если исключить страны Балтии. Благодаря объединению многих государств бедные страны в нашей временной шкале избавлены от большей части этой экономической боли, поскольку более крупный союз может оказать помощь. Тем временем войны, конфликты и конкуренция между бывшими советскими государствами заменяются в основном сотрудничеством. Благодаря экономической политике Горбачева уровень жизни в Союзе постепенно начнет повышаться по мере роста экономики. Вместо того, чтобы богатые российские олигархи консолидировали экономику и реинвестировали большую часть средств от прибыли в западном мире, Союз в целом в конечном итоге станет значительно богаче, чем бывшие советские государства в нашей собственной временной шкале. Но самая большая разница будет заключаться в политическом плане. Хотя невозможно сказать, как далеко зайдут политические реформы. Этот альтернативный Советский Союз будет конкурировать в основном со строгими диктатурами и псевдодемократией в постсоветских государствах нашей собственной временной шкалы. Можно с уверенностью сказать, что вдобавок к тому, что советские граждане были бы богаче, чем среднестатистический постсоветский гражданин нашего времени. Они, скорее всего, также были бы намного более свободны. На этом я и закончу этот сценарий. Дайте нам знать в комментариях, как, по вашему мнению, будет развиваться этот сценарий дальше. Неужели советская экономика столкнется со вторым крахом где-то в будущем из-за того, что она слишком сильно зависит от нефти? И все еще не является в значительной степени свободной рыночной экономикой? Стремится ли преемник Горбачева восстановить Советский Союз в качестве глобального центра силы, возобновив новую холодную войну между Китаем, Советами и США? На Запад? Или же Советский Союз продолжает идти по своему нынешнему пути, медленно, но неуклонно становясь более свободным и богатым местом для жизни? Честно говоря, на данный момент этот сценарий продолжается уже слишком долго, чтобы я мог выносить какие-либо суждения по этому поводу. Но в любом случае, спасибо всем вам за просмотр. Как всегда, чтобы поддержать канал, подумайте о том, чтобы оставить лайк и комментарий. Даже просто...